сегодня мы с вами продолжаем наш урок и начнем мы с таки раздела таки давайте послушаем нашу первую аудиозапись где нас спрашивают в вопросе к аудиозапись 지금 날씨는 어때요? какая сейчас погода? нам нужно будет посмотреть на картинки и выбрать 듣고 말하기 1번 지금 날씨는 어때요? 다음을 잘 듣고 맞는 것을 고르세요 오후 날씨는 오전하고 정말 많이 다르네요 아침에는 구름도 하나 안 끼고 아주 맑았는데 그러게요 점심부터 갑자기 바람도 불고 습기도 많아진 것 같아요 저녁부터는 비가 올 거예요 사무실에 우산 있어요? 네 있어요 посмотрим да услышали все слова 우산 наверное уже поэтому поняли да что же за погода у нас посмотрим итак 오후 날씨는 오전하고 정말 많이 다르네요 ой последнее время получается что погода 오후 это у нас вторая половина дня и 오전 это первая половина дня то есть погода во второй половине дня и первой половине дня сильно отличается да опять таки мы удивляемся для нас это вот что-то такое чего мы не ждем 아침에는 구름도 하나 안 기고 아주 맑은데 получается утром облака да облаков точнее совсем не было 하나 도 안 기고 ни единого облачка не было 아주 맑은데 и вот тут опять у нас такое противопоставление да ситуации которая сейчас есть и ситуация которая была поэтому опять таки нынде вот это используем поэтому вроде бы не было ни облачка было ясно совсем да что же такое вот кэроки о чем симпуток обтяге парам до пульго сыпки дома на динько катаю крыльки и опять да вот эта фраза да точно получается начиная с обеда вдруг налетел ветер да парам до пульго дует ветер сыпки дома на динько катаю и очень влажно стало да манать это опять таки мы с вами идентифицируем эту нашу грамматику вторая основа плюс деда когда изменяется состояние то есть стало влажно вдруг тюньок пыта нын пига оль койо с вечера до ночиная с вечера то есть вечером уже пойдет дождь сам усирая усан иссайо не иссайо в нашем офисе есть зонтик да есть да поэтому мы с вами да судя по вот это наши последние реплики но я думаю что и с первыми мы разобрались и делаем вывод что у нас картинка какая вторая да потому что точнее третье да где начинают такой вот ветер дуть это у нас признаки того что пойдет дождь то есть ответ 3 2번 다음을 잘 듣고 들은 내용과 같으면 O 다르면 X에 표시하세요 где соответственно concerned вот то есть hir почитаем здесь нам нужно быть с вами оценить верность суждений до каких же пор у нас будет так идти дождь на следующей неделе дождь закончится только на следующей неделе получается почему же дождь так долго идет мне уже действительно хочется да сейчас чтобы дожди совсем кончились да не он чоке сует у нас хотелось бы чтобы что-то случилось то есть не то что мы хотим сами сделать тогда было бы кощи пта а именно меон чоке стоит у нас обозначает чтобы что-то случилось поэтому хотелось бы чтобы дожди уже наконец-таки закончились со среды еще и еще и да потому что тэпун дом еще и придет тайфун воле йоги йорым нальсика крео поле опять слова встречаем изначально да изначально погода лет летом здесь именно такая чон малю а чон и ныроке топково пига мани он и на сен-то маль сиро и ой правда я что и роке топку такую жаркую погоду такие такую погоду когда дождь идет так часто да правда не люблю то есть у нас здесь нальси это погода и к ней вот получается причастная в рот это одно топку такую жаркую погоду а потом второе да что добавлять пига мани он и нальси погода когда дождей идет слишком много тонна сиро я действительно не люблю вот давайте попробуем оценить получается и гостей первое получается в этом месте летняя погода какая топку кончо я жарко и сухая это вообще нас точно пиле его до противоположно второе посмотрим там джупу тонн пига о джиан илько ее со следующей недели дожди идти не будут это у нас было верно да он говорил как раз так и чинан джупу то ты пуни вас опи га мани огой сою с прошлой недели пришел тайфун да поэтому много идет дождей это не совсем верно да почему потому что у нас тайфун когда придет давайте посмотрим еще раз с юльпу тонн со среды то есть еще пока его не было поэтому мы с вами выберем только вот это нашу второе номер вот 3번 이번 주의 날씨는 어때요 아래의 달력에 다음 주의 날씨를 그려 보세요 이번 주의 날씨를 말씀드리겠습니다 월요일부터 시작된 쌀쌀하고 건조한 날씨는 목요일까지 계속 되겠습니다 그렇지만 금요일과 토요일에는 기온이 높아져서 날씨가 따뜻해 지겠습니다 일요일에는 비가 오겠고 기온은 토요일과 비슷하겠습니다 이번 주의 날씨를 말씀드렸습니다 감사합니다 здесь было достаточно быстро да диктор для нас говорил поэтому точно нам надо будет с вами вместе разобрать посмотрим ибо он джоя 날씨는 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 드리겠습니까 я вам объявлю да расскажу о погоде которая будет у нас на этой неделе 말씀 드리다 это у нас когда мы обращаемся до к аудитории которые мы очень уважаем соответственно обращаются к зрителям поэтому естественно мы должны уважительно слово использовать 말씀 드리다 и плюс часто в конце именно используются вот в таких вот объявлениях да о том что будет форма кествами да поэтому 말씀 드리겠습니까 да расскажу вам о погоде на этой неделе получается что у нас погода мы должны посмотреть вперед на определение какая которая началась с понедельника и она такая получается прохладная и сухая то есть прохладная сухая погода которая у нас с понедельника длится будет еще и вплоть до четверга да кествами да это у нас продолжаться вот поэтому до четверга корочиман кемио лгуа то йоренен киоунино паджасо 날씨가 다тыд 헤джигесмита однако кемио лгуа то йоренен в пятницу и субботу киоунино паджасо так как температура повысится да 날씨가 다тыд 헤джигесмита погода соответственно станет какой более теплой то есть потеплеет да ты тада плюс 2 основа это у нас татыд 헤 и деда татыд 헤джигесмита ирёйры нын пига угекко киоунин то йорю лгуа писатагесмита воскресенье пойдет дождь да угекко в это get у нас как будущее время пойдет дождь киоунин а погода точнее температура будет такая же как и в субботу то есть похоже субботы писитада это у нас похожий обычно используется с падежом вагва вагва писитада вот и ибон джоэн ассирель мальсин тирёсмита конца мне да я вам рассказала о погоде да спасибо за внимание вот теперь нам с вами нужно будет как в образце да тут нарисовать какая же была погода то есть стрелочками там либо зонтик либо солнышко нарисовать описать по дням неделям если у нас четверг до на картинке показывает что будет температура снижаться да потому что морюль пыта сидяк туэн сайсара год кончоан альсин могил кати кисок 2 гесмита то есть вот такая прохладная сухая погода будет вплоть до четверга вот и далее у нас будет уже кэмюэль однако в пятницу и субботу температура повысится значит да мы можем с вами в кэм пятница и то поднять нарисовать такую стрелочку вверх до температура поднимается вот и получается что еще мы можем сказать что или урин пигау гекку то есть пойдет еще и воскресенье дождь поэтому мы с вами можем поставить вот такие вот стрелочки мог назначит пойдет как тут у нас нарисована вниз затем в пятницу вверх в субботу вверх а воскресенье у нас будет дождь да поэтому мы можем с вами нарисовать точку и дождь вот пигау гесмита то сказали на вот надеюсь что у вас получилось да вообще услышать хотя диктор конечно быстро очень говорил если что мы все разобрали вместе вот а теперь нас с вами ждет упражнение до на странице 131 давайте посмотрим что же нас спрашивают и робу нараэ на сины или он то на на токе пьяные в вашей стране ребята да как погода меняется в течение года или он то на нас течение года пиона да это у нас переводится как изменяться да как по-английски там тучи не допустим вот или он и на си пиона и тэхэ и геппосэйо пенхуа и тэхэ и геппосэйо попробуйте рассказать о изменениях погоды до который происходит за миллион один год вот получается у нас вот про россию что мы можем сказать россия нэн сакетюри турет хотя на и очень важное прилагательное для описания корейского климата это турет хода здесь она в отрицании до использована вот но если вы его запишите как турет хода это будет переводиться как четкий отчетливый вот и корейцы очень гордятся тем что их погода до их смена сезонов то есть вот кей джо ли это у нас сезон если вы помните мы используем кей джо ритурет хода это значит что саке джо ритурет хода все четыре сезона очень отчетливо до видны то есть четко как весна например начинается с марта заканчивается в конце мая да и вот все четко как полик календарю у нас с вами по моему в россии не так да поэтому я написал что саке джо ритурет хадья на и и вы можете теперь продолжить описав до что например у нас зима может начаться в ноябре закончится к апрелю вот и все наши вот такие вот особенности попробуйте да все на корейском это выразить вот теперь следующее до похоже уже такой вот вопрос однако он касается теперь корей хангу гэйн альши нэн или он тонн а вот такие пеналька и вот и получается нам теперь на основе того что мы слышали про корейскую погоду да вот как раз что там все очень четко до написать да что тут англ гэйн россия ваттали ваттали вагу оттали у нас обозначает в отличие от то есть тут у нас нагласно заканчивается поэтому ваттали если бы слово заканчивалось на согласно тогда бы квадтали в отличие от россии корея и тут мы пишем до сайт саке джо ритурет хео все четыре времени года отчетливый и потом можно сказать что в корее допустим лето там очень душная до идут дожди а осень наоборот такая красивая прекрасная температура да очень такая приятная теплая вот в общем опишите постарайтесь то что вы знаете перенести да вот в такой рассказ на корейском теперь посмотрим да на парень наш раздел парень произношения у нас тут сан счет присутствует вы мы помним что должны произносить его как такой ударный более такой взрывной звук да то есть сальсара да далее сито на льси то сальсара да это у нас прохладный ну считает а мыть до что-то либо мыться и на льси погода посмотрим примеры он и рентом сальсара и о сегодня немного прохладно куаэрель кеки таге сисо дюсэйо помойте пожалуйста начисто фрукты да либо помойте хорошенько фрукты он и ринальсика оттэо какая сегодня погода так еще раз обратите внимание да просто на ваше произношение данной буквы вот а теперь у нас с вами раздел ильки да чтение давайте посмотрим а тоже естественно все посвящено погоде здесь уже называется у нас таймджу нальси да то есть погода на следующей неделе таймджу нын и бонджу по данальсика чёгым тоже киснида по сравнению с прошлой неделе да точнее с этой неделе и бонджу это у нас эта неделя по сравнению с этой неделе погода на следующей неделе будет чёгым тоже киснида немного жарче топ-та жаркий то воде до быть становиться жарче станет немного жарче далее до море уренэнки уни сам саду но па-джосо и сибдо кати орги снида и получается что в понедельник температура поднимется на 3-4 градуса то есть если мы хотим сказать насколько градусов снизилась либо повысилась мы должны перед словом но па-джи да либо словом антонимом на тя-джи да поставить цифры с градусами да то есть 3-4 градуса сам саду там если нас 5-6 тогда о юг до и потом но па-джи да либо на тя-джи да то есть температура повысится на 3-4 градуса и по и получается будет у нас и хи-бо да и хи-бо это у нас 25 и хи-бо что у нас будет проходить су-йо и льдо то у нальси как я сок 2-5 нида во вторник и в среду то у нальси жаркая погода у нас уже топ-та в определительной позиции стоит до существительную наши хи-сок 2-5 нида продолжится да то есть будет также жарко кротчиман могёй рэнэн сонаги ганэриго парами пуросо ки-о-ни надяги гэссмидо однако в четверг пойдет сильный дождь будет ливень будет тут ветер да парами пуросо ки-о-ни надяги гэссмидо и температура таким образом снизится поэтому надяги да снижаться ки-мёй рэдо на 1 ки-у-ни-ки сок 2-5 чмаренэн ку-ри-ми ма-ни-ки гэссмидо в пятницу тоже продолжится погода точнее будет градусы до оставаться таким же невысоким то есть на один ки-он до градуса будет такими же низкими и выходные будет много облаков так в риме ки-да помните это когда облака налетает будет много облаков такой вот у нас с вами прогноз и нужно ответить на вопрос до первый вопрос тайм-джу уори рэнэн ки-у-ни-о то ке-пи-он-э-о как изменится погода в понедельник до следующей неделе и мы с вами вспоминаем что там на 3-4 градуса у нас было повышение да поэтому ки-у-ни-сам-са-до-но-па-джо-со-о-о и сибу-до-га-дель-ко-е-о и будет 25 градусов таким образом да далее он депута ки-у-ни-на-джа-джо-о с каких пор до с какого дня температура будет снижаться на дядь это креме рэпу-то-то си-на-джа-дель-ко-е-о с пятницы она снова снизится вот такой прогноз попробуем теперь посмотреть и следующий имейл у нас там перед нами минсу си тайм-джуэ йоги это так хадзи-о йо хэн чумби нин та хэссэйо йоги о мён соул хагу нальсига мани тарэлько-ео минсу вы на следующей неделе сюда прибываете не так ли вы уже закончились подготовка к путешествию йоги о мён и когда вы сюда приедете да соул хагу нальсига мани тарэлько-ео погода по сравнению с сиулом да то с сиулом погода будет абсолютно разная тары да вот и как же она будет отличаться дальше саурин чигами помиджиман йоги нинс хамволь путо конгей о хотя в сиуле сейчас весна здесь начиная с марта до самого лет у нас март конги для такое слово которое обозначает у нас такую погоду без даже дождей засушливую погоду да то есть мы можем это как перевести гонжо хада прилагательное используется гонжо хан нальси сухая погода кресло йоги минки он донопку конжо хэйо поэтому последнее время здесь что у нас и температура очень высокая да и также сухо на джанин хэппи чиканесо кве то уэо а из-за того что днем очень сильно светит солнце достаточно жарко да получается он ильдок в этом нею сегодня да получается он вот оцените сегодня ой как жарко получается на ее мы добавляем киротчима на чим гвачьон йоги нин чёгым сальсара ника хотя благодаря тому что из-за того что вечером и утром прохладно да сальсара да капелун коддок а дико сэйо и дальше у нас вот ника нам подсказывает что возможно дальше будет повелительное наклонение вот и мы видим да берите с собой и такую легкую какую-нибудь ветровку да код тот у нас переводится как какое-то пальто ну то есть какая-то верхняя одежда вообще в принципе но так как у нас тут капеопта прилагательное используется капелун это легкий поэтому можно какую-нибудь куртку да легкую перевести либо ветровку берите да с собой когда приезжаете получать у ги нин о вольпу то себя к твою у ги это у нас сезон дождей и получается что сезон дождей либо дожди начинаются у нас с о воль это пятый месяц то есть май кроме как идем и нинку и пига о дианте аналька и поэтому к идем и нин до того момента да то есть дома я дождей практически не будет кои помните у нас почти не кои о диан иль кое кром йо хэн чунби тарагу там джэй пайо тогда да вы желаю вам хорошей подготовки к путешествию и увидимся на следующей неделе так у нас желает тауан вот так что теперь посмотрим что же нас именно спрашивать первый вопрос у нас касается как раз таки слова конги до который мы в принципе уже с вами перевели нам нужно сказать что ты сын мой больше ее ты сын мощи никак какой же смысл у слова конги вот и мы с вами отвечаем что это киу киун донопку кончо хэйо либо кончо хан нальси то есть погода когда температура такая высокая но не очень так сухо да вот далее посмотрим второй вопрос о вольпутоны нальсика вот такие пионео как будет меняться погода начинается мая вот и у нас варианты ответа да хэппи тика на го киунино падео будет сильно печь солнце да будет такой солнцепёк и температура будет очень высокой у гига сидя ктёсо пига мани баю на из-за того что начинается сезон дождей будет очень много лить соответственно дождей вот скорее всего я думаю что это у нас второй вариант да и по на всякий случай 3 читаем пара и мима не прыгать о гум санса радио дует сильный ветер и становится прохладно но это точно не при тот текст да не про то место поэтому точно отвечаем номер два у нас у гига сидя ктёсо пига мани баю вот сезон дождей начинается вот и теперь посмотрим сочинение до который вам нужно будет написать я робу не сальгу и нынго сыро хангук тингу гайо хэнэль ольгоео получается туда где вы сейчас живете предположим что приедет до какой-то ваш корейский друг тингу эйгэйо тим нальсе это и а люди нын кирюс обосе и попробуйте да расскажите напишите точнее вашем сочинении вашем таком письме другу да о погоде который у нас у вас сейчас стоит за окном вот возможно что вы там можете посоветовать да что-то другу взять зависимости от того какая сейчас погода например да минсу си чёгым и семён москва е о дзио минсу вы же скоро уже приезжаете в москву да чёгым и семён у нас переводится как уже совсем скоро то есть чёгым и семён если мы чуть-чуть подождем то есть по сути это как бы скоро москва нын йодзим нальси гаманичу о дзио сэо в москве погода последнее время да очень такая холодно то есть похолодало скорее лучше перевести в москве очень похолодало и поэтому вот вы тут можете посоветовать да возьми там толстую куртку шапку обязательно перчатки вспомните все слова которые у нас с одеждой были связаны вот и употребите да их тут вот и теперь с вами мы уже просто закрепим напоследок нашу лексику к много раз у нас встречалось это слово она переводится как достаточно довольно таки либо значительно да по контексту мы подбираем перевод часто употребляется перед прилагательным как вы уже могли заметить далее кап тяги у нас обозначает неожиданно вдруг да ни с того ни сего далее силёк силёк переводится как какие-то умения да допустим хангуго силёк это ваше умение ваши навыки корейского далее че юг куан это у нас такой спортзал хольщин хольщин это гораздо часто вот это слово хольщин употребляется с таким дополнительным словом как то хольщин то гораздо сильнее там хольщин то и пою гораздо более красивая хольщин то чуаё гораздо более хорошие да там кто-то либо что-то вот и получается также мы встречали это слово хольщин перед нашей грамматикой когда прилагательной да вторая основа плюс чудо то есть хольщин татит хеделькоё станет гораздо теплее либо хольщин там допустим чего дельку и наоборот станет гораздо более холодно далее у нас слово о депам переводится как вчера ночью да о деть здесь просто такой старый вариант родительного падежа да да в некоторых словах мы его встречаем он передается у нас через счет панцы это всю ночь допустим панцы и вы можете комбу хода всю ночь учиться панцы ящиком тюнбире хода всю ночь готовиться к экзамену вот далее кеда просыпаться пробуждаться более это изначально переводится да как в принципе еще иногда тоже переводится далее уток хода как-то делать очень часто это выражение употребляется вот как в сериалах вы могли слышать вот так ходил вот так ходил вот либо на панмале до в речи на ты вот о коди типа что же делать как же быть вот такие вот предложения телка да это быстро очень быстро куда-то бежать прыгая при прыжку буквально потому что твида изначально переводится как прыгать получается мы будем переводить как быстро бежать на если вы отдельно твида встретите это прыгать вот дали стяг твида это начинаться а изначально это получается у нас глагол тут не переходный да то есть когда что-то само начинается допустим да сове сидяк твида если же мы переходную версию используем это будет сидяк хода начинает что-то то есть или рель сидяк хода собой сидяк хейл там это уже мы сами то получается уринын собуль сидяк хейл да уже должно быть какое-то отдельное подлежащие и потом дополнение и сидяк хода далее пангым это у нас только что вот например пангым вас сою кто-то только что пришел далее карида это у нас обычно употребляется с дополнительным словом крем карида рисовать да вы знаете это слово сосиль честно говоря идея теперь либо иногда уже переводится уже теперь кесок твейда продолжаться соответственно продолжать это кесок хода будет опять да так же как вот в первом слове мы заменяем твейда на хода если твейда это значит перейти падеж и га что-то само продолжается если хода тогда иль рель там кесок хода допустим куа или это у нас фрукты кирот чиман кирот чиман однако далее конги вот этот засушливый период кот от верхняя одежда ги сезон дождей вот кстати хотелось бы также вам дать такое слово как джанма джанма чоль это у нас тоже такой вот период дождей которая корее начинается получается примерно в июле да в июле с конца июня и в июле да такой вот свой собственный сезон дождей очень знаменитый его называют либо джанма либо джанма чоль вот тоже можете себе взять это слово да у вас будет иуки и джанма чоль вот на этом я наш урок посвященный погоде заканчиваю вот думаю что вы теперь имеете в запасе да очень много слов чтобы описать погоду вот и обязательно учите их вот и встретимся с вами на следующем уроке 여러분 он и льдос сухо ащасмеда таймсоубые то манн а а а а